Приветствую, друзья. Путинская большая пресс-конференция поставила рекорд по продолжительности и бессмысленности. Четыре с половиной часа ни о чем. Это, конечно, не Фидель Кастро или не Уга Чавес, но движение вот явно в том направлении. Хотя, по крайней мере, один ответ Путина заслуживает внимания. Было видно, как ему неприятно отвечать на вопросы Навального. Но совсем замолчать историю с расследованием Беленкет Путин не мог. На этой неделе вышло расследование про Алексея Навального. Почему до сих пор не возбуждено дело по факту его отравления? И кто его отравил? Скажите, пожалуйста. Кому он нужен-то? Ты понимаешь? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Эту конструкцию, если бы хотели, то довели бы до конца, путинисты используют часто. Давайте оставим в стороне агентов ЦРУ и АНБ всяким Кисловьевым и последовательно применим эту логику ко всей деятельности Путина. Вот в 2008 году под руководством Путина был разработан правительственный план, согласно которому к 2020 году россияне будут получать в среднем 2700 долларов в месяц и иметь жилье не меньше 100 квадратных метров на семью из трех человек. Судя по тому, что до конца 2020 года осталось две недели, а ни таких зарплат, ни таких квартир у россиян нет, Путин просто этого не хотел. Ведь если бы хотел, то довел бы до конца. Значит, не хотел. Ну и понятно, ну а кто вы ему? А вот для Сечина и Рыктенбергов хотел. И ведь получилось, смотрите. Ну, хорошо, 2008 год был давно. Но возьмем вот этот, вот 2020. Значит ли это логика, что если бы хотели подготовиться к эпидемии, то довели бы это до конца, и люди бы не лежали бы в коридорах и лестничных пролетах больниц? Вот вторая медсанчасть. В палатах места нету. Больные лежат вот так в коридорах. И избыточная смертность не составила бы 140 тысяч человек. Путин прав. Не хотелось. Ну, давайте зайдем с другой стороны. Вот тут выяснилось, что сильно выросли цены на продукты питания. Мука 12,9 выросли. Макаронные изделия 10,5. Хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3 процента. Это то почему? Значит ли это, что Путин так хотел? Ну вот хотел, чтобы жителям России не хватало на сахар и макароны. И довел это до конца. Ну а тогда чего он возмущается? Разве не сам хотел? Ну ведь смог же Путин довести до конца получение его зятем Шамаловым акции Сибура стоимостью 380 миллионов долларов. Может ведь когда хочет. Хотя устроить такую сделку по обмену 100 долларов на пакет акций, стоящий 28 миллиардов рублей по курсу на сегодня, это непросто. Может даже сложнее сахара с макаронами. Ну ведь смог и назад отобрать после развода. Смог. Глыба. Матерый человечище. На пресс-конференции Путин также сказал, что выделил 10 миллиардов рублей на бесплатные лекарства в регионах. Это, к слову, всего-то в три раза меньше, чем он подарил своему зятю. Но лекарства до людей не дошли. Почему там до сих пор людям не дают эти лекарственные препараты, непонятно. Видимо, не хотел. Вообще вся пресс-конференция Путина это постоянный вопрос. Почему в стране та или иная проблема? Не хотели? Ну, значит, и не доводили до конца. А вот в Крыму, например, нет воды. Одним из самых волнующих вопросов граждан является проблема с водообеспечением. Мы получали запросы из разных уголков нашей страны, но лидирует здесь, конечно, Крым. Не хотели. Вот в школы обещают провести высокоскоростной интернет. Я уже сказал, что для школ мы в 2021 году внедрим скоростной интернет повсеместно, по всем школам. Сейчас его нет. И планшетов у детей нет, и теплых туалетов во многих школах тоже нет. Почему? Не хотели? Но, с другой стороны, не то, чтобы совсем все не получается. Вот захотел Путин обнулиться и довел это до конца. Владимир Владимирович, изменение Конституции именно в этом году, именно сейчас. Почему? Ну, вы знаете, все хорошо в срок, в свое время. Захотел помочь друзьям и, несмотря на эпидемию, добился своего. Не хотел тратить резервы на граждан. И резервы выросли, а теперь их можно потратить на что-то более нужное. Знаете, вот глядя на путинскую пресс-конференцию, я готов согласиться с его логикой. Я легко могу поверить, что он успешно достигает поставленных целей. Ну, вот, чтобы убили Политковскую и Немцова – хотел. Чтобы отравили 130 заложников Норд-Оста – ну, видимо, хотел. Чтобы в Беслане погибли сотни детей – он что, тоже хотел? А убить Навального – не хотел. Вот только последить и притравить. Я бы на месте Алексея поинтересовался. А сейчас как? Может, уже хочет или захочет завтра? Ведь у нас же уголовные дела открываем, если хотел. А если нет, то, как говорится, на нет суда нет. Что же касается падения доходов граждан в течение семи лет, смертности от ковида, отсутствия нормальных больниц, школ, дорог – это то, что он хотел. Путин, видимо, хочет, чтобы жители страны жили в бедности, лишенные перспективы социальных лифтов. Пока его друзья, родственники, подчиненные делят госкомпании, покупают яхты, строят виллы во Франции. Он этого хочет и успешно доводит страну и ее граждан до конца. Я чувствую ответственность за то, что происходит с Россией, с ее народом. И все буду делать в интересах Российской Федерации. И он действительно все делает в интересах государства. Только государства, как он его понимает, корпоративного государства, которое по факту принадлежит ему и его друзьям. Да что там по факту. Уже юридически начинают оформлять свою собственность на страну. И на этом пути он достаточно успешен. Доводит до конца все, чего хочет за счет граждан. А то, что хотят люди, до конца не доводится. Ну, кому я сделал до этих самых людей, когда ты уже продлился до 2036 года, и все государство у тебя в собственности? Думаю, даже когда Путин говорил о своем любимом тосте на Новый год, он имел в виду не страну, а банк своих друзей. У меня, у моих друзей, в моей семье главным тостом всегда является один. За Россию. Спасибо, что смотрели этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе новых моих видео. Счастливо вам! Счастливо вам!